ДИАРТИМ БАН Ну что ж, второй полуфинал и те самые MPL, о которых я вам рассказывал, уже много, 5 человек с никнеймами, которые нам ничего не говорят по-прежнему, которые вчера умудрились обыграть ВП и ЭВР. Ну, может быть, не самые крутые результаты, с одной стороны, но, с другой стороны, все-таки ВП и даже ЭВР были скорее фаворитами в матче с этой командой. Запомнился мне парень с ником Пингвинчик, который играл на Тинкере в матче против ВП. В матче против ЭВР я, честно говоря, его не смотрел. Мы решили пойти смотреть игру НАВИ, в чем нисколько я не жалею. Но в матче против ЭВР пик был следующий. Воид, Мирана, Кунка, Сэн Кинг и Тайт Хантер. То есть, вот так вот играли у нас Миднайт Пайл Драйверс. Ну и напомню, что Бест оф 1 победитель сыграет Смол Спортс. Проигравший выбывает матча за третье место нету. Матч Смол Спортс ориентировочно в 11 часов вечера начнется. Это будет гранд-финал. Да, всех футбольных болельщиков я, конечно, поздравляю с отличным результатом. Нет, ну на самом деле, что уж говорить. Итак, Ликан Тайт Хантер в пике команды НАВИ. НАВИ ЮС. Напомню, состав Бракс, Корок, Фогет, 1437, Снэй Кинг, Бракс под ником Кэт на пике. Ну и, в общем-то, вчера они играли свой матч, единственный, который попал на трансляцию против команды Компас Гейминг. Пиком Бэтрайдер, Пугна, Опарэйшн Сэн Кинг и Тинкер. И вынесли просто в хлам своих соперников. Там очень такая активная игра была. Ну, на этот раз тренд протектор плюс Мирана. Болеть буду, естественно, за Миднайт Пайл. Драйверс просто буду топить откровенно. Ну, потому что НАВИ в разы сильнее. Во всяком случае, пока что на бумаге. Я думаю, что если мы посмотрим какие-нибудь ставки, если такие вообще есть. Вот, посмотрим на Дота Лаунж. Есть ли у нас что-нибудь? Нет, тут этой ставки нету, к сожалению. Или, к счастью. Ну, на Джоин Доте, если взять 5% на... Ну, 6% на МПЛ и 94% на НАВИ. Вы понимаете, каков масштаб трахедии для этой команды. Но победа, конечно, над НАВИ ВС участникам интернешнл будет для них действительно крутым шагом вперед. Да, в УП играли вчера с двумя заменами. Тоже надо будет сказать, что... Ну, все-таки замены есть замены. ИНС играл на Кэри. ИНС играл на Кэри. Кстати, не так уж плохо он сыграл, на самом деле. Итак, Shadow Demon, Подмиран, Утрен Протектор, Энчантрес, Профит в бане, Разор, Дисраптор в бане от НАВИ. НАВИ через Ликана будут играть. И сейчас... Ну, как бы тает у них, скорее всего, на сложную. И Ликан все чаще появляется на позиции соло-мид героя. Действительно, очень неплох. Посмотрим, что у нас покажут игроки НАВИ на оставшиеся пики. Нужно определяться. Миран, Shadow Demon, Shadow Demon, Мирана. Ну, возможно, опять сейчас возьмут пуг, но почему бы и нет. И просто пойдут давить. Но я бы был осторожен с этой командой. Все-таки, обратите внимание на баны. На банах уже Тинкер и... Дум аккуратненько подбанены. И это Лич. Лич, который может пойти, в принципе, с Тайтхантером в даблу, может где-то... Ну, на любой линии может играть достаточно интересно. При том, что может вообще пойти соло-хард. Такое тоже мы видели. Я при определенных раскладах действительно очень опасен в такой расстановке. Ну, потому что получает быстрый левел. Даже быстрее, чем любой другой герой. За счет того, что Сакрифайс дает ему бонус по XP. Да, если я не ошибаюсь, в доте есть много героев. Ну, Алхимик, Дум. Кто-то еще точно есть. Ну, любой герой, у которого есть Мидас. Который выформил быстрый Мидас. Ну, Мидас, наверное, нельзя отнести к этой категории. В общем, в доте есть ряд героев, которые формят быстрее, чем другие. То есть, вот за счет своих вот этих вот способностей. Ну, Дум, Алхимик, все, что приходит пока что на ум. Ну, может быть, еще какие-то есть. Ну, там, Антимакс, БФ может быстро перемещаться, но не суть. Суть в том, что XP бонусную никто не может получать с этих спилов. Только то, сколько стоит крип изначально. То есть, даже за счет Деваура Думовского ты получаешь только ту XP, которую дает тебе крип. Что касается Лича, он может поедать своих собственных крипов на линии. И за счет этого на линии быть сильнее. Так, это Кунка. Кунка плюс Шадоу Демон. Мирана плюс Шадоу Демон. Да, Шадоу Демон уже отлично сочетается и с Кункой, и с Мираной. С Торрентом и Стрелой. Ну, игра будет на европейском сервере. Я практически уверен. Сейчас мы в этом убедимся. Пинго. Да, это российский сервер. Ну, российский, европейский сервер. Российский. Российский было бы тоже круто. Европейский сервер. То есть, преимущество будет все-таки у МПЛ, хоть и небольшое. Так что, шансы какие-то есть. Ну, естественно, фаворитами, как я уже миллион раз повторил, являются Нави. Вчера они это доказали. Итак, Дарк Сир. Дарк Сир, Тайт Хантер, Лич, Ликан. Вообще интересно. Получается, Тайт Хантер уже скорее какой-то саппорт, потому что Дарк Сиру-то нужно много левела, и скорее он пойдет на хард, много экспы. Лич, Дарк Сир, Тайт Хантер. Да, тимфайт лютый абсолютно, но... Очень жадный в плане экспириенса пик. Тайт Хантеру нужен шестой, Личу нужно... Тоже, в общем-то, какой-то левел получить для того, чтобы драться. Хотя ему это, как я уже сказал изначально, гораздо проще. Но вот Дарк Сиру, это герой уникальный в доте, потому что ему, чтобы комфортно себя в игре ощущать, нужно 12-й уровень получить, чтобы был четвертый вакуум, вторая стенка. И при этом еще на двоечку Сурши, Макшин и Айншел. По-другому никак. Итак, Сайленсер в бане. И в бане Воид от Нави. Да, Воид бы очень мог сильно помешать вот этой комбинации. 10 секунд осталось. 5 секунд осталось. Резерву. Если я все правильно понимаю, Хардли не остается. У МПЛ. Ну и вообще неплохо заходит... Да тот же Клокверк. Против Ликана того же. Ну посмотрим, что они выберут. Это Бладсикер. Бладсикер. Да, это интересно. Судя по всему, Бладсикер-то пойдет на легкую линию. И Мирана с Тринтом Шадоу Демоном на Хард. Наверное, так. Ну, потому что Соло Хард Бладсикер это что-то не очень крутое. Тринтом Шадоу Демоном на Хард Бладсикер. 10 секунд осталось. 5 секунд осталось. Да, у Нави как-то совсем нету физурона. Ну, только Ликан. Только Ликан бьет с руки нормально. И то Милишник. Ну, нужно задумываться. Либо уже какое-то тотальное брать комбо, чтобы оно было убер сильное. 5 на 5 не проигрывать. Ну, никак. Либо все-таки взять какого-то героя, который сможет с руки наносить урон. Ну, я не знаю, хоть Луну, Шейкер. Ну, да, это тотальное вомбо-комбо. Очень интересный пик от Нави. Но я не могу сказать, что он мне действительно нравится. Он какой-то очень несбалансированный в плане физического урона. Если смогут закидать костами, ну, неплохо. Ну, как бы, МПЛом нужно доживать до БКБ. БКБ на Миране, Кунке и Бладсикере сделает очень многое здесь. Очень. Давайте смотреть, что из этого получится. 10 секунд осталось. 5 секунд осталось. Итак, PQMZ играет на Shadow Demone. Зейн на Миране. Призматик на Тринде Протекторе. Бяка на Бладсикере. Я не уверен, что его ник читается именно так, но по-другому не могу. И Пингвинчик играет на Кунке. На Кунке, у которого глаз Терминатора. Да, до сих пор не полечили этот баг. По идее, это... Огонек должен быть от трубки. Шейкер. Восполнение Фогида. Снэйкинг на Ликане. 14.37 на Личе. Бракс на Дарксире. И Корок играет на Тайтхантере. Это что, какой-то Кэрри Тайтхантер? Интересно. А, вот она отправляет Стрепла в Хард. Уже Бладсикер отправляется на легкую линию, где будет стоять против Ликана. Ну, Бладсикер достаточно хорошо стоит в соло-линии за счет своей пассивки. Корок в миде. Возможно, вместе с 14.37 они будут играть против Кунки. Против Кунки. И Кунка будет обделен несколько экспириенсом. И вообще будет стоять ему не так просто против Тайда и Лича. Банит спауна сразу, не давать отводить, чтобы... Против Кунки. 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 Ну что ж, Пингвин против Корака Нет, все-таки один будет стоять Лищ отправляется на топ, будет помогать Снейкингу против Бладсикера Ну и Дабла Дарксир Шейкер Боже мой, вот это Дабла в исполнении Нави Против Трента, Шадоу Демона и Мирана Ну что, Тайтхантер хорошо будет стоять против Кунки в любом случае Потому что Энчер Смэш против Милишников великолепно работает Ну в общем-то, что и доказывает Корак пока что Очень-очень тяжело Кунки здесь выбрать позицию Не дает ему Корак ластхитить, несмотря на то, что пинг у Корака побольше Ну 14.37 уже начинает привозить преимущество на линии И кстати говоря, если Сикеру вообще не давать подходить к крипам То его пассивочка-то работать будет весьма и весьма не очень Да, Сикер уже начинает терпеть, Лищ будет харасить его новый Есть крипов за счет этого линия всегда будет около вышки Так, приходит Трент Да, ну и у Трента остается 30 урона Это, конечно, очень мало Трент отправляется, судя по всему, к Бладсикеру Для того, чтобы помочь ему хотя бы немножко на линии Так, ну а здесь Фогет Фогет с сапогом, тремя кларитами Ничего не делает, просто Кларитами Тремя кларитами Поушенами Призматик Все, прогоняет Лича призматик Сделал небольшой отпул Сикер для того, чтобы получить хоть немножечко экспы Но по крипстатам 8.1 на 5.0 Ну, кстати говоря, пока не так плохо по крипстатам Возможно, там часть каких-то лесных крипов забрал Но, тем не менее, у Сикеров все нормально Пингвин против Корока У Пингвина 4.3, у Корока 7.4 Да, Корок пока что на линии доминирует Хосту забирает Фогет Отгородил он Шадоу Демона Бежит за Шадоу Демоном Будет его сейчас прогонять, натычковывать Но, да, Шадоу Демон Ой-ой-ой, Шейкер И успевает Шейкер отбежать на Хосте Вот это сейчас мог быть Поворот не туда в исполнении Шейкера Но вовремя он вышел с дисрапшина Чуть-чуть с таймингом не повезло Чуть пораньше бы опустил стрелу Зейна Это был бы Ферзблат Сколько там у Шейкера ХП? 500 ХП под соулкетчером Стрела Первого левела А, Пингвин умирает Да, Пингвин умирает И это Ферзблат Правда, Шейкер тоже отдается Не смог он убежать почему-то по прямой Развернулся В итоге 1-1 Но 400 монет за кунку получено Тайтхантер упрочняет свое преимущество Укрепляет его Сикер выровнял ситуацию Посмотрите, за счет перетяжки вот этой дерева Очень неплохое решение от МПЛ Видимо, что они способны вполне Припринимать по ходу игры Какие-то хорошие решения Стрела попадает Да, в Дарк Сира Но Дарк Сира Зажимают иллюзии Вот это неприятная история для него Но все равно здесь должен Шадоу Демон-то, наверное, отъехать Пошел еще один щиток Шадоу Демон Шадоу Демон все еще живет Шадоу Демон продолжает мансовать Боже мой, Дарк Сир потерялся Шадоу Демон Сжимают Последняя тычка Да, минус Шадоу Демон Ну вот так вот Дарк Сира Не смогли зафокусить Слишком много ХП у него оказалось Ну вообще, как-то выбирали Позицию очень и очень криво Хотя в итоге Если бы подальше была пущена стрела Побольше урона было бы нанесено Может быть и убили бы Потому что Дарк Сир оказался Закрыт своими же иллюзиями Щиток прожигал очень и очень плохо Второй, кстати Сурч не взял Взял вакуум на единичку Интересное решение Тем временем стакает в лесу Тренд руны Лич со вторым сакрифайсом Уходит на руну Находит реген Оставляет его Короку Короку, конечно, гораздо нужнее Эта руна Пятый у нас Кунка Чуть-чуть опережает его По экспе тайт Но совсем немного Так, ну и что Сикер, кажется Сделал лишнее движение Одно, но дает ему хил Шадоу Демон рядом Шадоу Демон прячет лича Будет ли какой-то соул кэчер Соул кэчер на Ликана Сайланс И тренд доходит Нужно фокусить Ликана Конечно Умирает лич Хауль Умирает Ликан И великолепно МПЛ забирают два фрага здесь Неплохо они разобрались Нужно сейчас подхилиться Обязательно Сикеру Что он и делает Ну хотя пока что Всего лишь первый Бладбес Но зато Второй Трист За счет которого он смог Догнать Мирана Собирает Икспу и золото С вот этого от пула Который сделал Шейкер Казалось бы Делал его для себя В итоге получилось Для Мирана Ну и Пингвин С Тайтхантером По прежнему на миде Тут продолжают войну Тайтхантер Использует реген Для того чтобы максимально Подхарасить Полная мана У кунки нет Половины хп И так же сюда подходит Лич Но подходит сюда И Шадоу Демон Но Тайтхантера Не забрать 900 хп Реведж Кунка Кунка Дает торрент Спрятал Тайтхантера Шадоу Демон Не лучшая цель Энчер смеш Тайтхантеру Очень больно Но в итоге Реведж потрачен В никуда И все хорошо У Корока Остается 400 хп Нужно отхиливаться Мирана Соло На нижней линии Да пока что 2-3 Но какого-то рисунка Общего игры Не видно Очень такая Сумбурная она Получается Ой стрела В Шейкера Есть Старшторм 2-го левела Еще одна тычка И минус Шейкер Великолепная игра От Зейна Заберет он руну Не пойдет на линию Тем временем Дарксир взял 6-й левел 6-й левел И фармит Ну скорее всего Фармит Меку Мека здесь будет Очень-очень нужна Бладсикер Купил себе перчатку Выходит видимо В пауэр трэдс У Ликана 33 крипа У Бладсикера 16 Да Ликан Здесь перекайсил Достаточно хорошо Бладсикера Ничего с этим не поделать Тайтхантер Перекайсил Кунку Ну и только Амирана Неплохой Крипстат Относительно Дарксира Имеет Но все равно При этом проигрывает Четвертого левела И Мирану Время Бладсикер Бладсикер Верхнюю Здорово Неплохим образом Оттянуть Оттянуть От линии Нави У них нету Абсолютно Никакого отпуша У них корабль Торрент Старшторм И стрела Издалека Отпушить можно Только кораблем И торрентом И то так себе Корабль имеет Все-таки Большой кулдаун Так что Отличная игра Сейчас с этой стрелой Коррак подставляется Но Коррак Сейчас выйдет Из таверны У Коррака Есть реведж Нету Репча Лекан уже На топе Пушит Во все Надо возвращаться Тайтхантер Опять снизу Так Мирана Уходит на топ Интересное Такое решение Ману Кстати Обратите внимание Не тратят Ну и Трент Трент захиливает Вышку Которую пробил В прошлый раз Лекан Хауль Трент Еще без шестого Шадоу демон Без шестого Это конечно Большие проблемы Ну и что И отдают Судя по всему Да Отдают Эту вышку Сикер Фармит Блэйд Мэйл Ну это хороший вариант Потому что Нужно как-то Врываться Нужно как-то Принимать на себя Удар БКБ Выформить Он просто-напросто Не успеет БКБ Нужно выформливать Кунки Наверное И Миране Возможно Миране Это вообще топ-1 И там Прямо сейчас Нужно начинать Фармить Потому что Драться нужно Будет Очень-очень Скоро 10 минут Минус 2 тавра При том что Один раз Очень удачно Отбились Вот не убей Тогда А не тайт Хантера Могло все Кончиться Очень-очень Печально Могли забрать Вышку Вторую И при этом Еще выиграть Драку Нави Выйдет 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 Неплохой, кстати, реведж для МПЛ. Еще и прячут Кунку, но он все равно умрет. Конечно. Конечно, Кунку умрет. Однако в этот момент погоня за Дарксиром. Сикер забирает Дарксира за счет своего... За счет своей пассивки высокого левела. Прячется в лес. Лич, если шестой левел нет. Фиссура! И остается здесь сидеть Сикер. Да, Сикера забирают. Ну, конечно, он как-то очень опрометчиво начал делать ТП. Его видели крипы. Сюда телепортировался еще и Шейкер. Тем не менее, нету реведжа. Время потянули, забрали Дарксира, разменяли на Сикера. Но потеряли Кунку. Это единственный минус по факту. Сейчас самое важное для МПЛ тянуть время. Тянуть время и фармить свои артефакты. Чтобы можно было переживать как-то реведж. Барабанщики фармит себе потихонечку Кунка. Мирана пока что ничего не фармит. Ну и Сикер 500 монет до Блэйдмейла. Дерево все еще не шестое. Это минус вышка будет. Да, это определенно будет минус вышка. Никто даже не собирается дефить. Волк, посмотрите, как прожигает. Ой-ой-ой, какая ульта Лича. Великолепная игра. Это даблкил. Что творит 1437? 1437. Потрясающая игра. Да, и сейчас он привез огромное преимущество своей команде. Минус два ключевых героя. Если бы дерево получило шестое, можно было бы пытаться подраться. Просто минус два на ровном месте. Да, это... Этого МПЛ никак не ожидали. Лич сразу становится восьмого левела. Падает еще одна вышка. Две вышки, два героя. Буквально за полминуты. Ну и Блад Сикер. Остается ему буквально 100 монет до Блэйдмейла. Даже меньше. Да, много ли даст этот Блэйдмейл? Это хороший вопрос. Ликан приходит вниз. Не дает пушить вышки. Сикер отправляется также вниз. Ну и сюда идет вся команда Нави в смоках. Ликан получает ультимейт. Но он слишком толстый. Прячется. Старшторм. Стрела. И Рэпчер заканчивается. Это минус Блад Сикер. Сикер пытается убежать. Блад Сикер последняя тычка. Ликан как сейчас развернулся неудачно. Ну хотя бы Мирану смогла спастись. Да. Ликан просто взял и убежал. Просто взял и убежал под ультой Блад Сикера. Все-таки первого левела ульта. Очень толстый Ликан. Не хватило урона. И очень удачно крипы подставились. Мирану не смогла дать стрелу. Ну что. Дерево зато получает 6 левел. Преимущество сдается мне уже огромное. У команды Нави. Да. 7500. 4 вышки они снесли. Покупает Блинк Даггер Шейкер. Дарксир уже с Меккой. Ну я не знаю. Тут конечно что-то фантастическое нужно будет показать МПЛ. Чтобы отбиться. Сикер умер не дофармив свой Блэйд Мэйл. Кунка снесет сейчас вышку. Должен снести вышку в размен на вышечку в миде. Да. Сносит вышку Кунка. Сикер. Сикеру не хватает до Блэйд Мэйла все равно. Ну вот он собственно говоря Блэйд Мэйл Сикер. У него будет где-то 1200 хп. Ну да. Конечно Блэйд Мэйл в такой ситуации многого не даст. Но. Хоть как-то Сикер сможет врываться. Хоть что-то. Сразу же заход на Рошана. Минус 5 вышек остается вышкой снизу. Которую в общем-то забирать очень легко. С Тайт Хантером с Блинком. Ну ее задефить практически нереально. Тайт Хантер сразу прыгнет и даст ревч в очень неприятном месте. Кунка все еще не 11-й. Нету второго корабля. Сикер не 11-й. Нету второй ульты. Это очень плохой тайминг. Вот буквально нужно каким-то образом... Все. Минус Рошан. Стрела залетает в Шейкера. Ну что-нибудь. Корабль неплохо. Дарксир будет ли вакуум? Шейкер минус. Ликан забирает. Аегис. Прикопка дерева хорошая. Ликан минус. Реведж Тайт Хантера. Великолепный. Лич просто насилует всех своим ультимейтом. Минус Мирана. Шейкер выкупился. Судя по всему. Кунка убегает без хп в инвизе. Ой. Кунка. Кунка. Лич забирает Трента. Кунку забирает Тайт Хантер. Это минус 4. Да. Не хватило буквально 10 секунд. Если бы успели подраться до Рошана, разница была бы огромная. Потому что Ликан бы отправился в таверну. Шейкер, если я правильно понимаю, выкупился. Да. Шейкер выкупился. Мог и до Рошана не успеть выкупиться. Потому что не получил бы дополнительных денег. Ну, в общем, не важно. Не важно. В любом случае. Минус 4. И Нави. Нави идут к победе. Минус 6-ая вышка. 6-1 по вышкам. 1-8 по киллам. Большое преимущество по золоту опыту. И... Сейчас все, что остается, это подождать кулдауну всех спилов. Зайти и снести хайграунд. Тут нечем дефиться. Ни одного БКБ, даже ни одного намека на БКБ нету. Без БКБ, конечно, очень тяжело. Не хватило, возможно, вместо Сикера какой-нибудь, не знаю, Виндрейнджер или Лины. Что-нибудь, что бы могло отпушивать Линии. Потому что Сикер при всем к нему уважении. Да, отличный тайминг выбирают МПЛ для того, чтобы выйти в атаку. Пока нет ультов важнейших. Смотрим. Выход на Шейкера. Ну, у Шейкера блинк. Шейкера очень тяжело поймать этой комбинацией. Хотя можно. Ну, и играют очень аккуратно Нави. Нави понимают, что единственный шанс сейчас у их соперника это выйти и вот так вот кого-нибудь на шару забрать. Ликана. Поймают. Стрела. Великолепная игра. Закрывает от стрелы. Но летит корабль по двоим. Хорошо. Входит. Нет, входит только в Корака. Шейкер у него нет ультимейта. Но есть второй тотем. Большие проблемы у пингвинов. Все живы. Ставят Торрент. Торрент не попадает. Сикер со вторым ультимейтом. Ультует в Тайтхантер. Минус Тайтхантер. Бежит дальше. Блад Рейдж на Шейкера. Шейкер не может дать фиссуру. Блэйд Мэйл. Большие проблемы у Снэйкинга. Их убьет. Минус 7 отлича в этой игре. Шадоу Демон пытается убежать от Шейкера. Но нету мана совершенно. Шейкер сейчас откатит фиссура. Ой-ой-ой. Сикер, 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 сикер. Минус. И Шадоу Демон также минус. Минус 4 в очередной раз. Только Трент. Смог спастись. Хотя казалось все начиналось так неплохо. И вроде бы поймали двух героев. Но нет. Забрали только Тайда. Тайд выходит. У него есть ульта. У Лича теперь ульта нету. Но он забрал ей еще двух героев. Некрачи. Раз. Некрачи. Два. Кого-нибудь еще может быть? Нет. 7-1-5 у Лича. Очень неплохо для него. Сбивает вардец. 20-я минута игры. Преимущество по золоту составляет 14 тысяч. Тысяч. 10 тысяч по экспе. Ну и мы ждем финальную атаку. Я не знаю будут ли ждать Рошана. На мой взгляд ждать Рошана слишком долго. Это реально только даст дополнительные шансы команде МПЛ на камбэк. Ну хотя и небольшие все равно. Но все равно дополнительные. Ликан уже будет скоро с третьей книгой. Дарксир со второй. Две книги. Вызвал книжку свою. Вызывает вторых Некрачей. Пошел подпушивать линию Ликан. Сам отходит на Эншентов. Шейкер фармит Вейлу в Дискорд. У Тайтхантера уже есть вторая ульта 2700. Ну либо это будет быстрая Шива. Либо быстрый рефрешер. Достаточно быстрый. Потому что действительно много всего. Вышка снизу проседает. Но харасить вышки это такое против Тринта. Спорное занятие. Так. Ликан. Третий Некра. Его ловят. Не успеет купить третий Некра. Включает свой ультимейт. Прикопка. И минус Снэйкинг. Но успел купить третий Некра в последний момент. Молодец. Тем не менее минус Снэйкинг. Все. Все ультимейты готовы абсолютно. Шейкер даже взял 11 левел. Есть у него второй ультимейт. Бладсикер. Купил себе плащик. И выходит в БКБ. Ну поздновато. И Кунка выходит в БКБ. Ну если БКБ эти дофармить. Можно реально неплохо подраться. Потому что физического урона не так много у команды Нави. Все что у них есть это магический урон. Шейкер. Магия. Лич. Только магия. Тайт Хантер. Ну Энчер Смэш не берем в счет. Хотя с него тоже урон неплохой. Но тем не менее. Реведж. Гаш. Это магия. Дарксир. Стенка. Вакуум. И щиток. Магия. Ну Ликан да. Ликан это парень который дамажит физическими атаками. Напали на Ликана. Ультанул в него Сикер. Вынудили потратить несколько телепортов. Теперь можно свободно спушить вышку в миде например. Почему бы и нет. Или еще раз напасть на Ликана. ТП то нету. Кстати еще раз убить Ликана было бы неплохим подспорьем. Ну что кажется нет. Кажется все таки решают атаковать. Вызываются некрачи. Дарксировские. Ликан уже тоже потихоньку потихоньку подтягивается к вышке. Падает вышка снизу. Тренд. Неплохо. Шекер. Фиссура. Тайтхантер отблинковывается. Так достаточно легко отбились от первой порции некрачей. У Лича уже есть агоним. Гаш первого левела всего-навсего. Мирана Мэйл Штром. В БКБ решил не выходить. Отличный торрент. Стрела не попадает ни по кому. Кунка. Крест. Реведж Тайтхантер. Великолепный подвоим. Шекер запрыгивает сюда же. Ставится стенка. Ульт Лича в молоко. Но минус Кунка. Минус Тренд Протектор. Шадоу Демон может отступить. Блад Сикер врывается. Нет у него Блэйд Мэйла. Очень больно Личу. Лича добивает Мирана. Получает очень много золота. Падает Гем. Стрела попадает в Тайтхантера. Минус Мирана. Кунка после байбэка все еще продолжает драться. Тайтхантер запрыгивает. Минус пол ХП у Кунки. Тайтхантеру очень больно. Тайтхантера сажают на крест. Тайтхантер минус. Они живы. Они отбились. Это фантастика. Шейкер. Великолепная фиссура по двоим. Но все равно можно догнать. Стрела прямо в волка. Шейкер попадает под ульт Тренд Протектора. Шейкер пытается улететь на ДП. Минус Шейкер. И они отбились. Они отбились. И бараки-то живы. Это самое главное. Пытаются волки что-то подгрызть. Грызут они нерегенищийся барак. Но барак нерегенищийся только без Трента Протектора. Трент его отхилит. Да, в такой ситуации даже рейнджовый барак бить тяжело. Кунка 1200 несмотря на байбэк. Он окупил свой байбэк. Сикер вообще уже скоро с БКБ выйдет. МПЛ. Отличная драка была. При том, что нету Мекки. Нету ни одного БКБ еще. Они смогли неплохо подраться. Сикер. Блэдмейл. У Сикера нету маны. Ему выжгли ману. Не крочи. Сикеру нужна помощь. Сикеру помогут. А, Сикеру помогут. Была бы мана, конечно, Лекан бы за ним не погнался. Тем не менее, Лекан прогоняет Сикера домой. Здесь на базе нужно отрегенивать вот этот вот рейнджовый барак. Так, да, все правильно делает дерево. Понимает, что милишный барак сам по себе регенит 5 хп в секунду и успеет отрегениться до следующей атаки. Появляется Рошан. Есть время, пока будут забирать Рошана. Еще пофармить. Или что? Они решают идти в атаку. Пока нету байбеков. Ну, кстати, не такое плохое решение. У МПЛ сейчас нету байбеков. В прошлый раз они отбились исключительно из-за байбеков. Ой, Шадоу Демон! Какой вакуум получает Шадоу Демон. Это может быть минус 1. Сейвить его нельзя. Фиссура. Да, минус Шадоу Демон. Печалька. Начинают вчетвером отбиваться. Да, Нави красавцы. Вот этот минус Шадоу Демон, конечно, порешало очень сильно. Пошел корабль. Лиган, Шейкер, Тайдхантер, Лич, Дарксир. И это Тимвайб, ГГВП. Поздравляем Нави с победой. Ну что ж, ожидаемый гранд-финал. Маус Спортс против Нави US. Через несколько минут. А пока уйдем на небольшой перерыв. Не забываем подписываться на канал, который смотрите. Финал Best of 3. Также на этом канале вы сможете увидеть какие-то мои паблики. И также другие турниры. Подписываемся на группу вк. VK.com slash mailstorm. Нижнее подчеркивание фан-клаб. Где все анонсы трансляции и интересных новостей. И Твиттер ВП. Нижнее подчеркивание mailstorm. Тоже анонсы. То, что не попало в контакт. Бывает попадает в Твиттер. Через несколько минут увидимся на финальном матче. Маус Спортс против Нави. Нави US. Бест оф 3. Матч за 1500 евро. Продолжение следует...